Продолжение следует... ...постоянно находятся в окружающей человека среде и просто мечтают проникнуть в организм человека в поисках лучших условий для своей жизни и размножения. Отношения к этой теме часто диаметрально противоположные. Одни утверждают, что тема слишком раздута, листы бывают только у детей. Другие, что не следует пренебрегать такой причиной в развитии заболеваний. Листам все возрасты покорны. Вместе с тем природный очаг паразитов в окружающей среде часто поддерживает сам человек. А правляясь не в самых предназначенных для этого местах. А также дикие домашние животные его поддерживают, птицы, мышевидные грызуны. Количество видов только человеческих паразитов примерно 150. Если принять во внимание, что часть паразитов использует человека как промежуточного или транзитного хозяина, а не окончательного, цифру можно смело увеличивать несколько раз. Можно ли уберечь свой организм от попадания в него глистов и паразитов? Теоретически, да. Необходимо поставить преграды на основных путях внедрения паразитов в организм. Один из основных путей попадания паразитов в организм человека через желудочно-кишечный тракт. А для части паразитов это еще и основная среда питания. По статистике, большинство хронических заболеваний органов системы пищеварения поддерживается именно паразитами. Как поставить барьер? Для этого вся пища должна быть свежеприготовленной и проходить тепловую обработку при 100 градусах не менее 30 минут. Менее мощный путь через органы дыхания. Яйца паразитов могут перемещаться на пылевых частицах и вместе с ними проникать в организм. Нужно использовать имеющийся естественный фильтр и делать вдох исключительно через нос с периодическим удалением мокроты. Ну, конечно, самая надежная защита – противогаз либо респиратор. Еще один путь внедрения паразитов – через кожные покровы. Например, при прогулке босиком по траве или купании в водоеме. Часть паразитов может проникать самостоятельно, другую могут переносить кровососущие насекомые. Самый простой из них – комар. Перекрыть этот путь внедрения паразитов в организм, пожалуй, еще сложнее, чем через органы дыхания. Поэтому, если у вас есть хронические заболевания органов пищеварения, неспецифические заболевания органов дыхания, часть из них может поддерживаться именно паразитами. Теперь вы предупреждены и знаете больше, как защитить свой организм от листов, паразитов, оставляя их в окружающей среде. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Редактор субтитров А.Семкин